Украинский певец Олег Скрипка вспомнил, как много лет назад ударил идеолога русского мира Александра Дугина. Он поделился, что еще тогда конфликты завершались победой Украины. Лидер группы ВВ Олег Скрипка вспомнил, как ударил идеолога русского мира Александра Дугина. Его дочь Дарья недавно погибла в результате взрыва авто. Исполнитель опубликовал вырезку из газеты конца 90-х, в которой описали конфликт Скрипки и Дугина. Это произошло после выступления группы в московском клубе. Александр Дугин начал вещать различные украинофобные заявления, поэтому Скрипка решил уйти из клуба. Он столкнулся с путинистом, который вылил на него поток ругательств. Артист не удержался и нанес молниеносный удар ногой в челюсть. Еще до начала военной агрессии со стороны России в конце 90-х имели место конфликты в кулуарах московских ночных клубов. И уже тогда они окончились нашей победой. Слава Украине, поделился музыкант. Напомним, что вечером 20 августа на трассе под Москвой взорвался автомобиль Дугина и дочери идеолога русского мира. Инцидент мог случиться с участием членов Национальной республиканской армии. На следующий день после подрыва авто дочери Дугина в НРА опубликовали многозначное заявление. Там заявили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать. «Мы российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной республиканской армии, ставим вне закона разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов России», – говорится в обращении. Партизаны объявили президента Путина узурпатором власти и военным преступником, который пренебрег Конституции, развязал войну и отправил русских солдат на верную и бессмысленную смерть. «Не считай гробы для одних, дворцы для других. Суть его политики. Мы считаем, что лишение права голоса людей имеет право восстать против тиранов. Путин будет сброшен и уничтожен», добавили в НРА. В заявлении говорится, что целью НРА является остановка уничтожения России и ее соседей, прекращение деятельности кучки кремлевских дельцов, пресесавшихся к богатствам русского народа и совершающих преступления внутри страны и за ее пределами. Российских бизнесменов, зарабатывающих на коррупции и связях чиновниками, объявили приспешниками узурпатора и предателями. Субтитры создавал DimaTorzok